Hi my students. Помни день субботний. Вот мы сегодня в субботу и вспомним четвертую заповедь, которая касается именно вот дня субботнего. Кстати говоря, споры большие про этот субботний праздник. Вот, помни день субботний и же святите его. Шесть дней делай и сотвори в них все дела твоя, а в день он и суббота Господу Богу твоему служи. Посвяти Господу Богу. Вот это четвертая заповедь, она касается того, что мы, если мы раньше умом, словом и делом должны были чтить Бога. Это в первых трех заповедях. Сейчас всем существом своим. Что значит суббота? Ну там шаббат или шаббат, как по-иностранному. А вот здесь связано с творением, процессом творения. Но эсхатология-то мы знаем, она по лебницу хорошо нам. У нас есть монодология лебница, лекции такие по лебницу. И вот там сказано, что вот эта эсхатология такая, что Бог сначала спит, отдыхает. Это вот как раз день суббота. Потом в воскресенье Он воскресает и начинает делать свои дела. Первый день там добудет свет и так далее. Смотрим книгу Бытия, Библию. И дальше так шесть дней до шестого дня, а седьмой день вот как раз суббота. Но у нас вот всегда вот немного извращения идет. Потом с какого-то места перенесли на воскресенье, празднование вот этой субботы, православие на воскресенье. Мол, Христос воскрес, вот мы будем в этот день Ему посвящать. А как раз-то тут нужно добудет свет, говорить, и трудиться для просвещения людей в воскресенье. То есть добудет свет. Значит, что мы должны делать? Просвещать людей. Самое главное. Учить профессию, учить как учить, то есть самих учителей. Вот. И трудиться, конечно, учить его в процессе производства. То есть свет нести в меру. Иллюминацию такую. Это воскресенье. А суббота есть суббота. Здесь Бог отдыхает, мы Ему посвящаем свои мысли, помысли, и мы должны отдыхать именно в субботу. Ну, у нас вот стало, при Сталине в субботу работали, а потом вот вели два дня выходных для верующих. У Иудеев тоже суббота, ну, а у нас вот перенесли на воскресенье, чтобы отличиться там, чем-то отличиться, выделиться. Ну, не суть важна это. Факт тот, что и правильно, вот Стерлигов тут тоже, он согласен, что субботу надо отмечать, сущий день субботы, а не воскресенье. Хотя у него закидоны есть такие, у Стерлигов-то. Он хочет вообще электричество отключить по всему миру. То есть освещение отключить и в пещерный образ жизни человека направить. Солнце взошло, человек зашевелился. Солнце ушло за горизонт на запад, человек в пещеру спрятался и спит. Ну, очевидно, что это фанатизм своего рода, просвещение, да, такое. Хочет отнять просвещение. Ну, таким образом можно тогда и сказать Стерлигу, следующий-то шаг надо. Это костры запретить и вообще жарить на сырую пищу. У нас есть такие фанатики тоже. Они эту пищу-то едят в основном сырую. Говорят, что это очень даже здорово. Ну, и снежный человек тоже он костры не разжигает. Вот Стерлигов туда нас ведет, в эту степь. Значит, мы придерживаемся того, что суббота, это и есть суббота. Раз она называется суббота, то ее и надо чтить. А в воскресенье вот заниматься уже первый день занятий. Значит, что здесь надо отметить? Какие у нас грехи? Ну, вот у меня, например, против этого. Ну, что я сегодня? Ну, сегодня, может, я пораньше встал. Ну, вообще, грехи вот относительно правильного употребления, распределения времени у нас здесь. Как мы встаем, ложимся и так далее. Привычка поздно вставать утром. Ну, это у студентов так у нас всегда так. Мы до полночи и за полночь занимаемся. Тихо, никто не мешает, мы занимаемся. А потом, значит, под утро уже ложимся, а просыпаемся уже после обеда. И пары все просыпаем первые, там на последние приходим туда где-то. У кого утреннее расписание, мы все. И набираем учебников, и опять без лекций учимся. Там чужие конспекты берем по чужим конспектам. Вот это вот уже грех считается. Это уже считается грех. То есть мы должны рано вставать, солнышко вставать, и сонливость просыпаем. А, ну тут вот еще нам, вот эта книга мудрая, она что нам говорит? Просыпаем мы за утреннее. Ну это где церкви нет, просыпай, не просыпай, и за утреннее сам должен вставать на за утреннее. Перед иконой там у себя дома, церковь устрой. А так, в принципе, вот просыпаем за утреннее, это уже считается нам грех. Бдение Богу противное. Ну вот просыпаем за утреннее. Вспоминается крестьянин один, у меня знакомый был крестьянин. Сейчас его уже, наверное, нету. Когда я его знал, ему было уже 85 лет. Он жил еще до революции. И вот он рассказывал, как на за утреннюю приходил церковный служка, там церковь была у них в селе, и он стучал всем в окна, в двери, в ворота, там стучал, призывал их на за утреннюю вставать на службу. А они только корову подоили, и там у них как раз часок-полтора надо поспать, и дальше приступать к своим круговым этим делам дневным. Круг дел-то у них определенный, у крестьян. Там строгая такая, конвейер идет. Корову подоил, потом следующее дело, следующее, и все, и так далее. Тут у за утренней еще надо стоять. И вот, значит, они, и плюс там уже там, ну, на за утренней придешь, а там батюшка там морально неустойчивый, и они не хотят туда к нему ходить. Он всех там женщин перетоптал на селе. Вот такие были дела, противоречия. То есть идешь за утреннюю, а там кто у тебя будет везти эту за утреннюю? Вот это вот... Кстати говоря, вот Сталин, он всегда ночью работал. Ну и потому что ничего не влияет, люди все спят, а он работал и думал о людях. А бывшая в безопасности. Страна росла. Цены снижались. Инфляционной экономики не было. Было... Производительность труда росла. Все было в порядке. Потому что он не выполнял. Хотя, ну, религиозное образование у него было. То есть он прошел эту церковную школу. Тем более, он все время бодрствовал и бдел. Ну, немножко отдыхал там днем. Ножа... Да, вот еще что они рассуждают, как эти умные люди. Вот в это вот. Ночная жизнь требует освещения. То есть надо лучины жечь, свечки, лампочки зажигать. А это уже не экономно. То есть здесь какая-то суть есть. Ну, сейчас у нас вот появились лампочки. 11 ватт. Они светят, как... Ну, светодиодные вот эти лампочки. Лет-лампочки. 11 ватт. Она как на 90 светит. 9 раз ярче. Так что сейчас это не страшно. Тем более, в других местах призывают лампады сжечь. А это то же самое. Вот еще грех нам меняется. Пирование, веселье после нуля часов. Ну, сейчас у нас это строго. Сразу позвонил. 112. Приезжает с автоматами ребята и наводит порядок. Медлительность в делах. В исполнении дела. Медлительность и... Беречь минуты. А мы вот даже к Папе Римскому опаздываем. На полчаса, на 45 минут, на полтора часа. Куда бы мы ни приехали, мы все опаздываем. На полчаса. А на лекции, что вообще и говорить нечего. Привычка гостить и не быть дома. То есть человек, он приходит домой только кости бросить на койку и на школьку свою. И утром встать и снова по гостям или там по театрам, по библиотекам и так далее. Живут в основном не дома люди. То есть гнездышко такого не создают. Ну, одни лука, вот тут говорится. Излишняя хлопотность у нас в делах. Хотим быть и там, и сям, и деремся за должности. Вот там это подсиживают друг другу у нас в правительстве. Вот это вот и люка его-то за что там взяли. Они же там все такие. Вот суетливость надо это было должность отнять, передать другу его должность. Он не подходил там, может, по гороскопу не подходил. И это, и передали должность вот речной голубой собаки. Ну, по восточному календарю я шучу, конечно. Но он действительно новый, вот новый улюкаев, как и Орешкин-Орешкин-то, да? Он рожден в год голубой водяной собаки. И многие сейчас, вот кто сейчас выдвиженцы-то новую вокруг Путина собираются, все рождены в год какой-нибудь такой собаки. Ну, верные друзья, казалось бы. Но с другой стороны, а он является голубым речным драконом. Путин по-восточному календарю. Я сейчас пока шутка сплошная. И там написано во всех гороскопах, что собаки с драконом-то. Собаки дракону никогда не поверят. Они его рано или поздно подсидят. Вот эти вот орешки, новые водвиженцы. Ну, и нестыковка такая будет. Это к тому, что вот хлопотность. Вот мы хлопочем о должностях и так далее. И все время трудимся, трудимся, трудимся. Как вот наша доктор Лиза. Она как механизм все время работала, стремилась туда-сюда. И она стремилась именно в самые рисковые мероприятия, где уже заранее рискованно все. И она туда лезла. Ну, у нее такой гороскоп был. Потом мы ее посмотрим, психоматрицу. Это у нее нулевки по диагонали. По вспомогательной диагонали, второй диагонали, у нее одни нулевки идут. У нас были тоже такие вот там труженики, у которых тоже нулевки. Но к чему это приводило, ничего к хорошему не приводило. С такими нулевками и с такими людьми-то очень опасно. Вот Николай II у Распутина были эти все нулевки. Он считается сейчас святой человек и так далее, и так далее. Но, тем не менее, он привел семью к погибели. Вот это все. Относительно честного труда, бесчестные труды для увеселения, поятся циркачи, всякие пляски песни, балаганщина, театры. Вот и сказано тут правильно. Лучше бы землю возделывали. Земля-то пустая. Сейчас вот в связи с этими роботами тысячи человек, банкеров освободятся, банкерских служащих. Пожалуйста, вот Велком к Стерлигову. Он уже и дома построит, и все, и организует. Крупный организатор этого дела. Лучше бы землю возделывал, чем вот эти вот... А у нас уже этой повсы уже развелось. Талантливым людям не пробиться через этих повсов. Через эту Погачевщину и там Киркоровщину вот эту. Не пробиться талантливым человеком. Вот этот вот бездарь, лубянские я их называю, ничавошники, которые для таланта-то принимали стимулятор умственной деятельности, который они там ни чего-то своему разработали. И вот эта вот Павца, начиная, она же принимала этот допинг лубянский, начиная вот с этого певеца Высоцкий. Он принимал певец. Ну, потом он перешел на наркотики. Ну, может быть, это как раз наркотик ему и давали. И у него все творчество какое-то сопливое, нытье какое-то сплошное. Что ни певец ни возле, всем ничем не доволен человек, получается. И все время какая-то подковырка идет, поиск всего плохого. То есть этот стимулятор действует отрицательно, лубянский стимулятор. Также лубянский стимулятор действовал на, вот писатель-то вот этот, который писал, Пелевин. Он уже принимал лубянские таблетки-то. Он сам осознавался. Я говорю, принимал, это для умственной способности. Ну, действительно, умственной способности. Но она во что у него? Чапаев и темнота. Ну, чушь собачья. Он вот такой чушь, но эта чушь нравится вот таким же людям. Каким людям? Алкоголькам, наркоманам, вот это все опущенным людям. Петухам там и курам. Людям петухам, людям курам. Все это нравится. Вот это все бестолочное. И, видимо, на эту публику вот эти таблетки и действуют. Такую публику и размножает лубянская культурка. Вот здесь против этого. Здесь согласиться. И у меня такой грех есть. Я вместо того, чтобы хорошую передачу посмотреть, включаю там эту лабуду, вот эту концерты какие-нибудь там. Ну, пахмуту, люблю пахмуту. Ну, тут уже никуда не денешься. Потому что это честная культура советская. Тут уже не отнять. Казовная карта советской культуры. Пахмутовая. И добронрав. Ну, пренебрежение трудом простым. Черным. Это очень часто. Да вот, я пойду эту, я же на гитаре играю, я же испорчу пальчики там. Землю копать разве я пойду? Нет, 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 землю копать не пойду. А с другой стороны, вот в коме республики, там труд землекопа считается выше всех трудов. Он самый почетный человек, там землекоп. Копское право, помните, такое древнее было, копское право. Копное право. Ну, вот это такой вот черный труд. Он ничем не отличается от вот этих нанотехнологий. Вот я буду смотреть под микроскопом, рисовать эти проводничочки, транзисторы рисовать, шаблоны для них выделывать. Ну, это художественно, это художество тоже. И считается это ничего. Ну, это тоже такой же черный труд. Такой же черный. И всякий труд может свести, что-то взять, что-то перенесли, что-то поставить. Ну, взял вот карандаш там, перенес его на бумагу, вот тебе прямая линия получилась. Просто единственное, что меньше физических усилий ты тратишь. А так, в принципе, все сводится к простым действиям у нас. Иногда как роботы работаем. И пренебрегая, вот мы лучше думать будем, как вот писатель вот этот Ефрем, вот такого вот лезвия и бритвы, он уже до того нафантазировался. Что последний вот романовый лезвий и бритвы возьмешь, и это вообще, это действительно вот ЧПФ и пустота. Там извращение сплошное. Свои рассуждения плюс новости науки. Рассуждения новости науки. Вот такая изнежность. Или вот писатель, взять Пикунь, конечно, интересно он писал. Ну, как он писал? Вот он газетные, все эти вот старые газеты берет, и вот из старых газет лепит это лоскутное одеяло из этих фактов. Такая, ну, сенсации. Нарежет куски сенсации и дает это в виде романа. Изнеженность в нападенной работе. Ну, это вроде как вот вошел клубнику собирать. Там, в Матище, там, где, в Пушкино. Ездят все на клубнику. Ну, некоторые собирают добросовестно, там, пять ящиков от Тойоту, или там шесть ящик себе. А некоторые собирают себе в рот. То есть, они приехали, ой, как хорошо, они нажрались, клубники и пошли. Вот это называется изнеженность в нападенной работе. Полная праздность. Ну, ничего человек не хочет делать. Ни по дому, ни на производстве, ничего. И он живет, как этот вот, как вот Старухин. Вот ездит там, по этим ничего не делает, а лапшу на уши и по заграницам ездит там, туда-сюда, туда-сюда. И только вот снимают эти видео у себя, как они там селфи и все смотрят. Вот я на фоне этого, я пошел встал, попил кофе, поехал дальше и еду в Голливуд. Тут есть один тоже, ютубер. Он каждый день свое описывал, он ставил, вот сейчас кофе пью, потом пошел туда, пошел на берег, вот на берегу что делается. Вот это чистая праздность. И бродяжничество, оно же бродяжничество. В том числе такой изысканный, как вот бродяжничество Конюхова. Вот его сейчас приподнимают, этого Конюхова, но он уже не первого открывателя. Он повторяет только те рекорды, пытается побить, которые уже поставлены кем-то. И он повторяет на повторе все время. Психоматрица у него, ну, шатающего человека, фраза шатающегося. Вот, в том числе, вот это вот, это, ну, под видом, кстати говоря, этого религиозного человека работает. Я вот, если и дает вот обед, я, если совершу путешествие, я поставлю часовинку. Ну, правда, ставит он часовинки эти, ставит за эти вороченные деньги, которые ему там дают в Англии, там, где за границей. Он в основном работает на заграницу. Вот, и ставит он, значит, еще, ну, это ничего никому не... И мало того, что он еще потом, когда, говорит, пойду я на пенсию совсем, я буду детей учить этому же, бродяжничеству. Вот это вот, это бродяжище чистое. Но многие бегут от алиментов, от долгов, ну, и от воинской службы многие избегают, не хотят призываться-то. Вот грехи у нас еще какие есть. Нищенство, полености или для водки. Засадить водки надо, бутылку. А где сейчас бутылки дорогие? Самая минимальная бутылка 196, что ли, рублей, 191, я сейчас не помню. Ну, 200 рублей, считай, бутылка самая дешевая. Надо на нее набрать. Ну, встал у церкви, стоит и ручку протянул. Вот, ну, встали и многие монахи, смотрите. Вот ящичек у них, изображение какая-то, иконка, прошу на церковь такую-то. И матушки стоят в черных одеяниях. Выпрашивают на храм. А сейчас уже этих храмов, он, уже их некуда девать, и они все как грибы вырастают, золоченые эти. Ну, масонам нравится, вот они и делают это все. И иллюминатствуют день субботний. Вот. Ради попрошайничества многих людей превращают в инвалидов. Ну, специально делают инвалидами. Вплоть до того, что отрезают конечность какую-нибудь. И вот сажают его в кресло, и все как раб, он на них привязанно работает. При этом никто не занимается у нас, потому что милиции они отстегивают, полиции отстегивают. И вот он сидит, набирает большие суммы. Ну, бывает, правда, инвалиды, вот афганцы, или вот сейчас сирийцы эти стоят. Но в то же время социальное обеспечение, это оно у нас ведь тоже работает даже хуже, чем при царях. Да, гримируются под стариков и под старушек. Вот около метро, в метро там сидят, все размалеванные углем, а девчонки сидят, размалеванные под старуху. Там загримируют в театре, там. Она смотрится, мейкап этот сделает, мейкап себе. И все, сидят, собирают месы. Многие украдывают, детей украдывают. Подпаивают их водочки немножко, молочко туда кемают, бутылочку, водочки, чтобы они спали. И вот с ребенком сидит, как будто вот подать одинокой матери. Вот такие вот, или подать вот на лечение. Вот стоит мужик, сейчас сколько я видел, мужик стоит здоровый. Ну, написано у него, он вроде не говорит ничего, но целая простыня написана. Видно, что просит на лечение. Ну, вот, как говорится, здоровые люди проходят, они еле в мороз проходят, там мороз-то 30 градусов, он в переходе стоит. Там же еще холоднее в этом низу-то в переходе, на сквозняке. И он этот больной, там выстаивает сколько, там если больной человек, он там 5 минут не выдержит на этом холоде. А они стоят, вот он, значит, как тут понять, больной не будет, здоровее здорового. И вот мы тоже, вот это тоже грешим, неразборчиво всем подаем. Ой, пенсию, как же пенсию получил, хоть 10 рублей надо дать. Там же, как же, вот инвалид, вот такой, вот такая, вот и мы всем подаем. А это неразборчиво нельзя. Пока, говорит, рука не запотеет, милостыню подавать нельзя. Рука должна запотеть. Это признак, что можно подать. Или кто умеет спрашивать, то сразу, Господи, благослови подать милостыню. И услышат ответ. Но это кто верующий, немножко хотя бы. Ну, и с другой стороны, тоже вот, увидим, там бабка подает 50 рублей. И вот мы осуждаем, вот бабка-то 50 рублей подала, это же столько много. Или там кто сотню подает. О, паразиты, это значит, у них есть деньги, откуда у них деньги. И мы осуждаем подающих милостыню. Или вот там батюшке подарили Мерседес. Батюшка едет на Мерседесе. Батюшка попал в ДТП, там задавил кого-то, он на Мерседесе. Или там еще круче какая-то машина. И спрашивает его, так батюшка, у тебя же там приход всего 2-3 человека, у тебя такая машина. А мне, говорит, подарили, это спонсоры у меня. Бывают там, правда, миллиардеры у нас, это полковники простые, у них 8 миллиардов рублей. Комната снята специальная под эти деньги. Ну, таких полковников-то у нас сейчас много, потому что, сколько там у нас, 1%, 70% им принадлежит всех денег. 1% вот этих полковников. Ну, там миллион человек, вот миллион человек, он вот эти комнаты-то и содержит все. У Лукаева там. Ну, Лукаева-то, может быть, у него-то самый мелкий из этих вот полковников. Ну, осуждать нельзя, ну, батюшка получил Мерседес, это же спонсорам удал. Грех нам и от осуждать, нам не разрешается осуждать. Вот, что касается моих вот грехов, нарушений воскресных дней и праздников. Ну, вот праздник, допустим, какой сейчас вот будет первый праздник, вот Рождество прошло, сейчас будет обрезание. 14-го вот обрезание сегодня Господне считается через неделю после Рождества. А я вчера выпил, закусил хорошенько, гулял в компании и так далее, и так далее. Это считается грехом. Под праздники это делать нельзя. Пение светских песен и в воскресенье, и в праздники, и поздно ночью. Ну, раньше это было модно. Ходили, пели, потому что народ был такой незагруженный, ничем не озабоченный. Светлый будущий коммунизм у нас был, и мы ходили по улицам, пели там. Яблочного вина возьмешь и поешь. Советские песни, конечно. Ожидание Рождества не с мыслью о Господе, а флотской мыслью или хлопотами. Вот, мол, придет Рождество, там можно выпить, закусить хорошенько. Сейчас компания будет хорошая, там девочки придут, мальчики придут. И вот мы, значит, это все, вот чего приготовить. Это надо салат такой, салат такой. Пять салатов надо сделать, потом еще что-то жаркое, горячее. И вот об этом мысли вот под Рождество. То есть мы не думаем там, что, как произошло Рождество-то, что непорочное, мы не думаем, что непорочное зачатие. А у батюшки там, у Ивана, там девять детей. Значит, он не верит в непорочные, он их плодит, это как пеплометчик какой-то. Или пеплометчица у нас сейчас вот правами детей занимается, они по девять, по двенадцать детей смотрят, что этих батюшек. То есть они в непорочные зачатие как-то не верят. И вот мы об этом не задумываемся, поэтому у нас хлопоты. Это грех, конечно, перед Рождеством, перед ожиданием Рождества. Небытность совсем в заутренний, в праздник. Или старание заменить заутренний всеночным деньем. Ну, это, ну, тут я уже всё это, я руки поднимаю, говорю, не хожу ни на заутренние, ни на всеночные бдения. Иногда, правда, вот смотрю по телевизору службу или включу, тут вот в компьютере есть все эти службы, все, и все, и всё, включаю и слушаю иногда. Ну, это редко бывает, это грех, вот, грех. А я должен уже, ну, это касается тех, у которых церковь рядом. Ну, что же я в тридцать градусов пойду туда за километров пятнадцать в эту церковь, что-нибудь в соседнее село. Если я в этой деревне, у меня нету церкви. Вот я в Никольском сижу, а там где-то там, в Данилове, вот, первая церковь. Неусердие прийти в особые дни, кроме обедни, к прочим службам. То есть, ещё кроме обедни, я должен усердствовать ещё прийти к другим службам, с этим разным службам. Там много служб, они, это не то, что там по Евангелии, они же не по Евангелии служат, они служат для бабла. Потому что по Евангелии там как надо служить-то? Зашёл в свою комнату, дверь закрыл и помолился, отче наш, всё, больше ничего не надо. То есть, а там за тебя же должны послужить, театр должен сработать. Вот это всё, это шамасто, потом тут накручено всё, и всё это в одну кастрюлю, и получается вот эта вот служба в сеноши, там обедни, и заутренние, и так далее. Но это надо кому? Вот монахам, они постоянно там, им скучно. Им надо обязательно быть на этих всех мероприятиях уже. И кто там служба, церковная служба, это для них театр. Это как всё равно, что вот эти, у нас вся голубая молодёжь, большой театр там в сквериках сидит, и каждый день в этом большом театре на галерке потом забираются. И по театрам любят ездить. И тут такой же театр, но мы должны усердствовать вот в этот театр ходить. А почему? Потому что эти золотые куполаты, их надо всё время подновлять, а там служба-то, их надо зарплату всем платить. Там же это всё театр, бизнес. Если мы свечки не пойдём туда ставить, то всё, там всё закроется. Они останутся только на бюджете сесть. То есть они и хотят сейчас на бюджете сесть и детей пристегнуть, чтобы детей водить со школы туда, организованно. Доход где-то церкви сейчас вот 4 миллиарда в год чистый доход у них. Но это учтённый. А не учтённый, вот эти мерседесы мелкие, вот эти, это не считается. Это мелкие мерседесы, там подарки, брегеты, эти все дворцы, и это всё не учтённо, это левый товар. Ну вот мы должны усердствовать, мы для этого дела, да, должны усердствовать своим кошельком редкое хождение в церковь. Я нет, я читаю лекцию света. Редкое хождение в церковь до опущения трёх воскресеньев подряд. Ну это мой грех, я не хожу туда редко. А потом может быть это грех, это большой грех. Ну если я вот в Якутии, допустим, нахожусь, у меня церковь за тысячу километров. А я три воскресенья пропустил. Или я охотник уехал туда это. Три воскресенья. Да что ж такое. Или вахтовым методом я работаю. Нет, это не порядок. Всё равно грех. Не хожди, не совсем церковь. Не оставляй собраний своего. Ну это понятно, когда ты в совете церковном находишься и вот этот вот, как говорится, кружку церковную делишь, как отец Фёдор Востриков. В 12 стульях там золотой телёнок. Вот тогда-то это, если ты ещё в собрании не ходишь вообще в церковь, это только, как, это вообще-то, считай, там никого не будет, только крысы церковные будут бегать и коты за ними. Да, вот ещё, это тоже вот грех. Вообще не хожу совсем в церковь. Потому что это сейчас, если церковь-то возглавляет, то у нас экуминист, который Папе Римскому целовал это точками, которые ниже пояса, целует его. Наклоняется ниже пояса и целует его в эту пятую точку. Ну это же он не потрясал. Это и вовсе церкви теперь. Всё, ходить туда нельзя. Он уже испачкал собой всю епархию. Вот сейчас даже туда и противно ходить. Это после того, как Пимена, вот я лично Пимена, патриарха, видел, это был человек, а это уже какое-то омерзение. Уже все об этом говорят, даже старцы афонские. Вот на ютубе здесь, везде. Но всё равно это грех мой. Я вот не хожу туда, в эту церковь. Но если бы я там работал, я бы каждый день ходил. Ну, если я вот в типографии работаю, там вот, при церкви. Ну, я каждый день вечер иду и вечернюю стою. Это обязательно. Тут уже никуда не денешься, потому что всё равно же я тут же нахожусь. А если я за тысячу километров? Неисполнение долга делает дела благочестия. То есть, на нас ещё долг висит благочестие делать. Ну, это мой чисто грех тут даже без смеха, без всякого. Даже в отношении ближних своих я полностью грешу. То есть, не могу я так вот найти контакт с ближними, чтобы помочь им максимально эффективно. Чтобы спасти ближнего. Это моя обязанность, но я её выполняю, не выполняю. То есть, я не облегчаю жизнь ближнему. А может, часто и усложняю своим поведением. Ну, там, хаос развожу, не слушаюсь и так далее, и так далее. Мнение, будто много праздников. И вредит народному хозяйству. Ну, да, вот Новый год-то он почти триллиона рублей убытку принёс в стране. Один триллион обошёлся вот эти вот праздники Нового года. Ну, здесь не осуждаю. В церкви как раз это вот осуждать. Нельзя это осуждать, что много праздников. Надо ещё больше. Потому что, чем больше праздников, тем больше там сенокоз зелени идёт в церкви. Зелёный сенокоз идёт. Бабла. В этом отношении. А с другой стороны, для государства тоже, чем больше праздников, тем лучше. Безработица тем самым так нивелируется. Она распределяется, эта безработица, на всех. Уже на всех. Даже на трудящихся. Вот здесь вот, а вот на селе многие вот не понимают этого. Потому что есть такие, что корову обязательно надо доить, доить надо. А тут праздник. Ну, как надо в церковь идти. Вот. Тем более пришёл дьякон, он тебе стучит в окно. Есть работа, которая невозможна отложить. Даже в праздники. Например, вот, как вот фарисеи Иисусу Христу. Что же вот твои ученики в праздник там, что делают? Они ходят по полям, там, срывают колосья и зашнуливают их. А ты, мол, целитель вздумал о субботу. Что это ты вот суббота, тут праздник церковный такой. Всё, нельзя вообще. Шаббат. Полный шаббат. Шаббаш. Нельзя целить. А он целит. Всё. Значит, противоречие. Вот здесь как раз вот они на стороне вот этих фарисеев. Вот эти книжники вот они. Видите, что написали? Вот так суетливость в делах по празднику, в празднике. И мы вот суетимся, суетимся, скорее, 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 скорее. Стол накрыть, отметить. Стол накрыть, это помыслы, грешные помыслы в празднике. Ну, это мы не говорим, это у нас всё время. Это у меня, не у вас, может быть, а у меня. Торговля базара в воскресенье и по праздникам. Оказывается, торговля, всё, базар должен быть закрыт. А у нас самый базар в воскресенье. Потому что вот работнику на воскресные дни там, когда он ещё на базар-то сходит, кто работает, тому. А нельзя, оказывается, дело. Вот мы все грешим. И ещё вот ранние торговли вином в празднике. Оказывается, в празднике вот рано торговать вином нельзя. Ну, у нас сейчас, правда, это выполняется. Почти везде, там до 11, нельзя ничего такого купить. Свыше определённых градусов. Ну, это обходит, но это уже их грех. Мы не торгуем с вами, слава Богу. Излишество в удовольствиях на праздники. Особенно на праздники. Ну, это тут вот... Могу примеров привести столько вот. Рассказывали в монастыре. В монастыре рядом пруды. Там Вифанские пруды, Скидские пруды какие-то и так далее. Келарские пруды. Очень много прудов от монастыря. Вот часто бывает так. Праздник, даже вот эти семинаристы там, и служащие церковные, праздник обычно причащают, исповедуются, причащаются. А летом жарко, сразу идут купаться на эти пруды. Исповедуются, причащаются, и весёлые, такие радостные, после причастия идут купаться. Ну, и уже случаев было много, что они прямо там после этого причастия и тонут в этих прудах. И там уже на дне собирали их потом, после этих праздников. Вот это тоже излишество. То есть они на праздник причащаются хорошо, потом в жару влезли в холодную воду, а в прудах там как, наверху только, чуть-чуть, тёплая вода там внизу, холодная, на всё лето. Ножки туда попали, свело, и всё, и человек захлебнулся. А народу столько, что никто и не заметил, что его нет. Вот такие вот грехи, это излишество. Ну, мы не по-христиански проводим, я не по-христиански провожу праздник. Вот, например, у нас многие языческие обычаи ещё есть. Под Рождество там, ночь перед Рождеством, девушки гадают там, кто на чём, кто на воске, кто в чан смотрит, кто на картах. Во всём, на всём гадают. И так же Ивана Купала тоже бросает веночки, и всё, цветочки. Всё это языческие праздники, а это всё считается грех, с точки зрения православия. С точки зрения православия всё грех в том, что народное. Не хранение праздников Пасхи, допустим, недели. Пасхальной недели. Вот перед Пасхой у нас что там? Позже ведь идёт. В Масленицу пиры делаем. Хорошие собрания. И так далее. Вот это всё грехи против Четвёртой заповеди. Пощение. Вот посты тоже. В праздник нельзя ни есть, ни пить до окончания обедни. То есть в праздник, допустим, сегодня обрезание. До окончания обедни. Ну, поскольку мы спим до обедни, и обедни просыпаем, то мы автоматически не нарушаем этот грех. Тот грех нарушаем, что вот спим долго. А этот грех зато не нарушаем. Вот нет худа без добра. После полуночи нельзя есть на постный день. То есть вот завтра, допустим, постный день, пятница или там среда. А мы после полуночи в четверг или во вторник мы начинаем вкушать. Ну, вообще-то после семи уже нельзя, если считается, после семи. Это чтобы пищеварительная система отдыхала. Это естественно. Это по медицине не так. И здесь я с этим согласен. Ну, это мы сейчас у нас хорошо исправляют у нас. Какие власти у нас? Голодец. Голодец. Есть? Есть. Потом чубайс. Полный заморозок, отморозок. Еще какие у нас там голодцы. Холодец. Холодца нету, но зато голодец есть. Вот такие дела. И поэтому у нас пост сейчас автоматически сократил потребление пищевых продуктов. Уже кто у нас там забил тревогу. Взвыл товарищ там один правительственный министр-то вчера сообщили. Он взвыл и говорит, что надо отменять контрсанкции, санкции относительно продовольствия. Потому что местный производитель цену задрал, допустим, помидоры свыше 180 рублей, 100 рублей это импортные, плохие. А наши 180 и так далее, и так далее. Ну, огурцы, соответственно, и все такое прочее. Короче говоря, ну, остальных продуктов уже и говорить-то ничего. То есть монополька, вот импортозамещение, она превратилась в монопольку. То есть наш вот этот единственный производитель, который производит вот эти помидоры, огурцы, парниковое хозяйство, оно диктует эти цены. Конкурентов нету, потому что за границы поступают. Но с другой стороны, эту санкцию нарушает Белоруссия. Белоруссия, значит, она как? Она чисто спекуляцией занимается. Она закупила за границей в пять раз больше яблок, чем производит сама. И в Россию все это дело продала. Ну, конечно, по спекулятивной цене. Поэтому у нас яблоки сейчас не 30, а 59 рублей. В два раза дороже стали, чем в прошлый год. Они в это время 30 стоили. Ну, это уже кое-где. А дальше там 70, 100 рублей, это там все хорошие яблоки. А сезонные самые 59, 56, там это. И то со скидкой. Вот такие дела. Это у нас посты. Насчет постов мы говорим, что пост у нас в связи с голодцами и холодцами получается автоматический у нас пост. Поэтому мы, может быть, даже если раньше, вот я же говорил, что эта книга, когда была? Она написана была в 1905 году. А в 1912 году, в 11-12, перед войной. Ну, продукты просто так давали. Это моя бабушка, свидетель. Она говорила, что. Ей говорили, что Степановна, бери так, вот мы тебе в книгу запишем, там, какую рыбу тебе надо. Или там хвост какой, отрез. Бери, мы тебе запишем в книгу, потом отдашь. Будут деньги, потом отдашь. То есть, давали товар, позапили в книгу. Потом она денег наберет Степановна, придет в эту лавку, деньги отдает. А хозяина говорит, Степановна, забери свои деньги, был праздник, я тебе долг вычеркнул. Вот такая была жизнь вот эта. При Николашке Втором, которому вот некоторые не уважают. Ну, он, раньше он, может, еще была лучше жизнь. Ну, вот 12-й год. А у нас сравнивали коммунисты с 13-м годом. А 13-й год, это был неурожайный год. Он был самый плохой год перед войной. Поэтому война эта и началась, что 13-й год был неурожайный. И немец, он хотел этим воспользоваться моментом сполна. Да, и Россию завоевать вот после этого голодного года, 13-го года. В 14-м он дал жару нам. Вот такие дела. А мы сравниваем с 13-м, с самым голодным. А не сравним ни с 11-м, ни с 12-м, про которые у меня бабушка-то рассказывала. Вот это все по 100. Пусть в среду в пяток. Ну, в среду в пяток это, да, уже мы тут не должны есть даже растительного масла. Вот кашки немного, и то немножко там кашки на воде. Ну, вот если там плохо, яичко-то можно, там разрешают яичко иногда. Строгие постные усекновения головы предтечи. Да, ну это вот надо, конечно. Усекновение головы предтечи. Там есть еще такие праздники, как Духа в день. Там вообще не едим, не пьем. Это святое дело, потому что мы тем самым показываем, что материя-то есть ничто. Там она какую-то долю занимает, а в основном все пространство между материей, оно занято Духом, Духом, который неощутимым в приборах, пока еще мы его не определили в приборах, этот Дух. Все занято Духом Святым. И фактически получается, что мы, ну что там, если атом, ну вы же знаете прекрасно, студент, это. Если представить ядро атома водорода, как футбольный мяч, и поставить его на музоле Ленина, то как раз вот, а электрон будет находиться в виде горошины в районе где-то тронсердцев и лавры. А между ними что? Ничего с точки зрения Ньютона. Ну а с точки зрения Ливница там вся жизнь находится. Между вот это. Ни живого нету в природе, ничего, все живое. Согласно Миндологии. Вот мы этим Духом в основном и питаемся. Но мы это пренебрегаем. Знак уважения хотя бы то, что... К тому, что нам жизнь-то, собственно, даёт. Здесь вот сам согласен, что это надо делать. Хотя бы проявить уважение к тому, кто нам даёт жизнь. Животворящему Духу. Вот такие строгие посты. Вот Рождество ещё. Перед Рождеством, Богоявлением. 18-го, вот сейчас будет 18-е января до Богоявления. А 19-е уже Крещение. Недельные посты. Вот сырная неделя. Всего надо есть два раза в день сыр, яйца. А у нас всё масленица идёт. Вот это сырная неделя. Там всё подряд и очень хорошо кушаем масленицу. Перед Пасхой-то. Едим рыбу в дни запрета на неё. Ну, сейчас у нас... Как... Кто там говорит? Сами зайдите в магазин, почём там рыба-то. До неё не добраться. Поэтому у нас тут всё хорошо в этом плане. Значит, мы рыбу не едим ни в дни запрета, ни в другие дни. Вообще-то очень редко. Пенсионеры особенно. У кого пенсия ниже плинтуса. Вы, как говорится, похороните свою пенсию под плинтусом. Так, обжираемся постной пищей. Ну, это мы можем. Допустим, как кашу навернём. Гречневой особенно, когда она подорожала. Вот и сорняка этого гречневой каша. Она была сорняком, считалась раньше. И вот мы её, значит, можем налупиться. Ну, или, может быть, самый дешёвый, который была... Который вот у нас люди среднего достатка кормят собак. Вот это овсяная кашка. Она стоила вот буквально несколько... С полгода назад 13 рублей. Сейчас она 20 пакетик стоит. Ну, это уже не страшно. Ролтон есть вот. Он тоже 5 рублей стоил. Сейчас 6,50. Не Ролтон, а лапша быстрое приготовление. Всё для вас. Так что мы всё в порядке у нас. Мы постной пищей можем обожраться. Неусерднее быть на сухоядине. То есть сухомятку. Сухомятку есть. То есть сухоядине это без супа, без всего. Там просто... Ну, суп варить это сложное дело. Там что там нужно? Ну, капуста, правда, дешёвая у нас. Капуста можно. Свёкла, капуста, картошка. Это у нас всё. Ну, мы можем ими обожраться вполне. Слава Богу, как говорится. Вот это ещё не отняли. Но скоро может быть. Хотя уже тут не до брокколи. Брокколи, это брокколи, или как она ещё там называет, цветная капуста. Но это уже экзотика. Даже китайские салаты, то это уже для многих экзотика. Особенно для пенсионеров. Едим в Великий Пяток. Это грех. Ну, вот перед Пасхой, наверное, имеется в виду. Нарушение всех постов, кроме Великого, с коронной пищей. Ну, многие считают, что последнюю неделю Великого поста попаститься, и всё. И достаточно. Это даже сам Батюшке говорил, что это можно делать. Вот умствование. Вот у меня умствование против постов. И предлагаю нарушению постов. Ну, я, конечно, предлагаю, допустим, вам нарушить пост в сырную неделю. Это ракфору сыру взять. Тысяча за полторы килограмм. Ну, ещё чего там. Ну, семушки там взять. Семушки за тысячу рублей. Кусочек тысяча с чем-то там она рублей. Тысяча триста с килограмм. Семушки. Ну, кусочек там за триста рублей триста грамм дают. Триста сорок рублей, там триста грамм. Или там форель вот эту тоже предлагаю. Хорошая вещь. Дешёвая, да? Вот так. Умствую я против постов. Ну, я здесь не умствую, наоборот. Отвлечение других от поста. Убеждение. Ну, вот я вот, допустим, убеждаю, убеждаю, что вот больным, допустим, поститься нельзя. Это я вот вас убеждаю, если у вас что-то болит, то ни в коем случае поститься нельзя. Ну, если что, поститесь, то надо какие-то поливитамины хотя бы вот. Группы В, поливитамины С, аскорбинка там и другие витамины. Ну, если, конечно, там они у вас стоят, то, соответственно, пенсии, то есть втипендии у нас хватает, если на это не стяжание поста душевного, душевного поста. То есть, ну, еще не с едой связано, но у нас еще душой мы не постимся, то есть мы не возвышаемся. Конечно, вот здесь помощь, церковную музыку слушать, включить по интернету у нас сейчас у всех, мы можем любую молитву включить. От того, от того есть молитвы, там от всего, от всех болезней есть молитвы. Начиная от пьянства, курения и так далее, и так далее. Это все есть тут в интернете. Но мы об этом не заботимся, забываем про это вот включить. И в постные дни мы книг духовных вообще не читаем, а ведь есть хорошие духовные книги там. Игнатий Бричининов. Ну, хотя бы вот лекции Осипова. Есть такой. Осипов у нас, профессор в Московской Духовной Академии. Очень содержательный книг, не надо читать, он все объясняет доходчиво, что касается духовной этой нашей жизни, и как себя вести, как спасаться, как люди должны спасаться. Алексей Ильич, его имя, отчество, Осипов, профессор, у него много титулов, он очень много лекций начитался, у него целый канал, он ютубер тоже является ютубером. Вот, светские веселения в посты, особенно в Великий пост. Тоже надо быть, конечно, поскромнее. Но у нас это все пренебрегается. Вот это мы рассмотрели 4 такие заповеди. И все эти 4 вместе, они как раз говорят, что возлюби Бога своего больше всего на свете. Это они объединены в Евангелии, в Новом Завете, они объединены, эти 4 заповеди, в одну заповедь, что касаемо Бога, то есть любви к Богу. Ну и под конец я, в общем, хочу сказать, вот там у нас многие молодежь, там и мы тоже, что такое любовь, что такое любовь. А у нас же сейчас про любовь все же песни, про любовь. Ну это, как объяснить любовь? Это любовь, это то, что Бог проявляет к нам. Человеколюбивый Бог, который нас любит, его проявление мы видим, если хотим видеть. И имеющие уши дослышат это. Вот это любовь. Он из неживого делает живое. Растит все, растение все, всех животных производит, и самого человека. И потом это живое в человеке, как в реке, трансформируется все. И превращается в другую живую форму и так далее. И по кругу все у него вращается, как часы. У Бога. Вот это любовь. То есть он, это самое высшее проявление любви Бога к человеку. И, соответственно, человек к Богу так же относится, ну как неразрывно его часть, как его храм. Вот мы являемся храмом Духа Святого. Если, конечно, мы не запускаем туда посторонних духов, посторонних сущностей. Они проявляются чем сущностью? Первым делом они проявляются в помыслах. Потом они проявляются в словах. А потом они проявляются в делах. То есть можно увидеть, что человек думает, что человек говорит и что он делает. Что он думает, это сейчас ученые только хотят определить, что он думает. Но, видимо, это не сложная задача сейчас при развитии техники. Но что человек думает и как он думает, я объяснял в лекции изделия «Человек». Найдите здесь в лекциях изделия «Человек», и там все объяснено с точки зрения Нила Сурского, который еще в 15 веке это все знал, как человек думает и что из-за этого происходит. Вот мы сами по себе смотрим. Если у нас негативные мысли, ну, это система йогов тоже самая. Тоже вот сейчас вот за систему йогов одного тут проповедника арестовали. Вот он начал, читал лекции тоже по интернету, по системе йогов. Но там система тоже такая же. То есть человек, мысли должны быть чистые у человека, помыслы. А вообще лучше бы совсем не было мыслей никаких посторонних. Вообще, как у Сергея Радышева, у него голова была чистая. Он только свою идею знал, что ему надо делать на данный момент. А он и выполнял это четко. Он молитвой в голове, кроме молитвы, у него и связь с Богом. Это «Чистый канал» называется. А вообще у всех людей у меня, например, канал грязный. То есть у меня помимо Божьей информации идут шумы. Вот эти шумы, которые идут у меня от своего же греха. Они появляются от того, что я с ними не борюсь. То есть я не научился еще отгонять вот эти мысли, пропускать их из одного уха в другое выпускать. Как я еще не учился с ними работать. А почему? Потому что я не изучаю труды святых людей. Вот этого же Нила Сорского, Игнатия Бринчинина, Алексея Ильича. А вот этого Осипова я через пинь-колоду слушаю на Ютьюбе. То есть я не ощущаю вот этой вот любви Божьей из-за вот этого шумового потокового сигнала тех мыслей, помыслов, которые у меня рождаются в результате моего греха. А грехи вот мы с вами вот эти вот все перечисляем. Тут вот в этой заповеди, которую мы сейчас рассмотрели, касается правильного питания в основном. Вот это соблюдение постов. С медицинской точки зрения это очень обосновано. Кроме того, вот когда Илюмжинова-то украли в НЛО, ему сказали, что вы очень много едите, особенно едите мясо. Ну это уже отклонение, мясо не мясо. А когда вот молился Иоанн Богослов, когда ему откровение было, он перед этим неделей постился. Ну тогда постились как они. Не ели вообще воду-то, по-моему, немножко пили только после закода солнца. Вот он попостился неделю, тогда у него открывался чистый канал. Потому что когда человек постится, у него организм очищается, и энергию на переваривание пищи не тратит. Это естественно, как вот система, любая биохимическая такая лаборатория наша, она в основном очень много тратит энергии на переваривание пищи. А мы все время жуем, у нас все время во рту что-нибудь есть. Попкорн, там, орешки, там, семечки и так далее, и так далее, мы все время находимся в процессе пищеварения. Даже ночью. Встаем и ночью едим. У нас зверский аппетит появляется. Особенно, когда мы студенты, ночью работаем. Вот тут чай пьем у нас, поэтесса, вот есть тут одна. Она ночью чеферит, заваривает чай там крепкий, она любит. Уже вся стала черная на лицо от этого чая. Ну, а в это время у нее творчество, процесс творчества идет. Вот таким образом. А канал должен быть открыт, как пищеварительная система нас освобождает, она отдыхает у нас, и в это время открывается канал. Канал связи, логос, связи с Богом. И вот эта вот любовь, она направлена на что? Направлена на исцеление человека, на его превращение во что-то в лучшую фазу, чтобы ближе к ангелу стремиться. И что такое вот у нас любовь? У нас любовь относится к животному плану. То есть любовь вот такая вот коровь и любовь. Вот у этой коровы там такие формы, а у другой коровы другие формы. Вот у этого кобеля такая структура, а у того кобеля лучше. Вот у нас вот это вот все относительно ниже пояса вот любовь расположена. Вся любовь между ног располагается. И на это, чтобы это закамуфлировать, вот это все, тут же создаются песни, оперы про любовь, про такое. И все это, она губительная, там Ромео и Джульетта из-за любви, там друг друга душа, они не улучшают друг друга, они друг друга разрушают. То есть та любовь, которая мерзкая, она разрушает человека. Вот мы, правительство любит граждан. Сейчас вот, мы любим людей, заявляет. И Матвиенко заявляет, что главное, чтобы человек был счастлив. Ну вот мы видим мертвый сезон кинота. Там за колючей проволокой люди с выражением счастья на лице жуют траву. Это что, они уже счастливы. И вот доктор Менгель-Тейра, вот говорит, люди-то счастливы. Мы чего добились-то? Мы их натренировали-то. Они жуют траву и рады. Зеленую траву жрут. То есть, вот эти вот понятия все, они с ним, и одним и тем же словом называются совершенно разные вещи. Поэтому, не зря вот эти, здесь лекция про логику у нас была. И я напоминал, что вот эти вот, есть у нас наблюдатели, отряд космических наблюдателей. И эти наблюдатели, они говорят, у вас очень низкий словарный запас. Причем, совершенно свободно мы обращаемся со словами. У нас вот эта любовь стала как будто гречневая каша употребляться. И вот мы ей все время этой любовью торгуем. И церковь, вот церковники наши, они же тоже любовью торгуют. Они Иисусом Христом торгуют. Богом торгуют фактически. И превратили, финансовую систему устроили на этого. А это относится к любви? Нет. Что-нибудь там они улучшили человек? Кого-нибудь они хоть исцелили, хоть одного-то. Но если, конечно, монахи-врачи попадаются, они что-то, может, и подсказывают им. Ну, так, в принципе, вот не нахожу я, чтобы они что-то, кого-то исцелили, помимо врачевского, вот этого врачебного дела. То есть, любовь там тоже, она на продажу. Там любовь к финансам, но она выражена, закамуфлирована. Так же, как вот цыгане, давай я тебе погадаю там судьбу. Ну, это и так же шаманы, вот это все, все, все. И так же вот РПЦ. И вот это Гундяевы. Секта Гундяева. То есть, там любви никакой нету, там любовь, она к баблу. Но это уже не любовь, а страсть. Страсть. Так же, как и животная страсть, вот эта, которые там Киркоров, Пугачёва, вот эти, которые накидались в лубянских этих таблеток, они превратились в этих сирен, который вот, Одиссей-то попался на такую сирену. И в рабстве там был, пока его не освободила судьба. Вот такое рассуждение насчет любви к Богу, потому что любовь, как относиться к Богу, он нас сам учит, как он относится к нам. Ну, если кто, имеющий очи, да видит, имеющий уши, да слышит, как говорится. Если мы видим вокруг его дела, на природу глядя, на себя, на святых людей, которые спасаются, мы не будем смотреть на тех, которые в погибель идут, специально идут в погибель, которые на этом, вот мы вот сегодня живём, а завтра сегодня живём хорошо, вот мы, у нас есть миллиарды, у нас же миллиарды, комната забита миллиарды, мы счастливы. у нас команда, там, Челси, купили команду, яхты, пароходы, самолёты, у нас дворцов, и это всё я, я всё распоряжаюсь, вот я тут подпишу, это туда, это туда, это туда, и у меня доход такой, доход такой, вот я миллиардер. Кто там у нас? У нас миллионеров, вот сейчас, больше сотни таких миллиардеров. И вот в ихних руках 70%, они постепенно сейчас, приоритизация идёт до 100%, и всё это в офшоры выводится. Ну вот, что они имеют? Оказывается, что они ничего не имеют. У них ничего нет. Это совершенно голые короли. Потому что, если кто говорит, что он чего-то имеет, но у него нету памяти своего греха, то есть своей греховности, что вот я грешу в этом, грешу в этом, перед Богом грешу, перед ближним грешу. И вот я помню тогда-то, вот в детстве я вот это помню, вот там я сделал неправильно, там я сделал. Если я это помню, то это самое главное моё богатство. Пусть у меня нет этих миллиардов, пусть у меня ни дач нет, ничего нету, и пусть у меня один велосипед, может даже велосипеда нету, и даже самоката. Но я самый богатый человек. Потому что всё моё богатство заключает в том, что я помню свои грехи, помню их, и постоянно думаю о них, как сделать так, чтобы у меня больше не наступать на свои грабли, и предупредить вас, скажем, чтобы вы тоже не наступали на эти грабли, на которые я наступал. Вот с этой целью я вот сейчас перед вами и исповедуюсь. И четыре вот эти заповеди по отношению к Богу, здесь мы должны это учесть. А дальше будут шесть заповедей, которые касаются грехов наших по отношению к ближним своим. И вот мы и в дальнейшем их рассмотрим. Всего вам доброго, успехов в учёбе, здоровья, счастья всем!